Принять участие в открытом турнире по волейболу среди девушек до 16 лет в Полевской приехало 9 команд, плюс хозяева площадки, команда ФСК. Участники поделены на две группы, игры проходят параллельно на лыжной базе и во дворце спорта. Полевчанки ведут борьбу против второй команды Уралочка, соперник серьезный и чувствуется его превосходство. Первую партию екатеринбуржцы выиграли, а вот вторая оказалась очень боевой. Хозяева во что бы то ни стало хотели сравнять счет в матче и были к этому очень близки. Завладели преимуществом по очкам, но в конце не справились с волнением и упустили превосходство. Я даже не ожидала, наверное, с одной стороны, потому что девчонки как-то собрались более уверенно, сыграли и практически чуть не выиграли. Ну, молодцы. Я могу похвалить только, что девчонки молодцы, поборолись, сделали для себя хотя бы какой-то результат и сделали для себя какой-то вывод, что можно играть, можно играть и побеждать. Были близки, вели в счете во второй партии, чтобы переломить ход встречи. Что, на ваш взгляд, нужно было, в каких компонентах прибавить? Подачу. Подачу. Быть увереннее на подаче. Есть моменты, когда можно рисковать, но они пока попаиваются. Независимо, что возраст уже все равно постарше, боятся. В третьей партии волейболистки из столицы Урала уже не оставили особых шансов своим соперницам, доведя матч до логического завершения. Несмотря на все старания, команда ФСК не сумела одержать победу ни в одной партии, но играли достойно. Уралочка заслуженно празднует победу. Первые две партии, конечно, оставляют желать лучшего. Девочки еще с утра ночью не проснулись. В последней партии, в третьей, уже разыгрались более-менее. Вторая партия, там вообще очень сложная концовка была. У меня есть определенные мои тренерские какие-то задачи, которые я ставлю перед девочками. Вторая, третья партия были, так сказать, небольшим экспериментом, который я лично для себя поставил. И проверял на девочках, получится ли у них, не получится. В третьей партии эксперимент немного. Девочек затруднил, так сказать, небольшие изменения по игре. Ну, в третьей партии уже как бы привыкли. Привыкли, разыгрались, адаптировались. И вот игра поменялся. По итогам турнира первое место заняла первая команда Екатеринбурга. Второе, вторая, соответственно. Бронзу завоевали волейболистки из «Ирбита». Полевчане оказались на седьмой строчке таблицы. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.